Ой, ребята, лук начинается очень неприятно. Я решила приготовить пожрать, а закончилось это с бородым пальцем. Я открывала жестяную банку кукурузы, вот так. Вот этой рукой тяну, там же что-то пиптик есть, а вот этой держу. Не могу палец открыть, сейчас объясню. И я вот так делаю раз, а тут же кожа натянута, потому что палец вот так держит банку, вот так. И вот это вот место у меня голенькое. И у меня вот так слетает крышка, и она мне вот так прорезает вот это место. Здесь тонкая кожа, и она делает порез, ну я не знаю, ну глубиной в полсантиметра точно, если не больше. Просто вот так чух! Я на это смотрю в шоке. Кровь пошла не сразу, потому что тут, видимо, мало сосудов. И я увидела, у меня так пальцы я держу, и вот это вот так отрезалось, и получается рана вскрылась. Ну типа она вот такая, открытая. И я на это смотрю, она смотрит на меня. Я в ахере сразу шурую в комнату. Тут прикемарила Артём, говорю, Артём, просыпайся. Что я сказала? Я порезалась просто или я порезала? Ну короче. Я обожаю Артёма, параллельно бегу в ванную, беру ватные диски. Пока я туда-сюда смоталась, у меня уже начала кровь течь. Я сразу приложила диск, палец закрыла. И не понимаю, как быть дальше, потому что рука подвижная, палец, видите? Эта кожа постоянно задействована. Я не могу сейчас открыть этот палец в сторону, потому что у меня опять рана просто разойдётся. А это очень больно. Я когда пыталась её запшикать перекисью, я хотела открыть рану, чтобы именно внутрь попала перекись, но я не смогла до конца это сделать, потому что это очень больно. Я просто запшикала перекисью снаружи, чтобы не шла кровь, и приложила новый ватный диск, и всё. Короче, я не знаю, как этому зажить. Я в сторис об этом рассказала. Мне многие сказали, что нужно какой-то медицинский клей купить, который для таких ран предназначен. Половина написали, что надо ехать к врачу, показать, может, это нужно зашить. Я пока в панике не хочу ехать ни к какому врачу. Я пока просто хочу переварить то, что произошло, потому что это было супер мерзко. Я ещё очень впечатлительная ко всем подобным вещам. И у меня сейчас эта картина перед глазами, когда я увидела, у меня просто разошлись два пальца. О, это ужасно. И так, так неприятно. Сейчас всё болит, и мне страшно. Мне хочется эти просто два пальца связать, знаете, чтобы я случайно, забыв, не дёрнула пальцем, или что-то не случилось. Ну, короче, мне кажется, пока они не срастутся, я не буду пальцами двигать. Вот эти три будут жить, а эти два станут как сиамские блиницы. Короче, это жесть. И кукуруза, главное, открылась. Но крышка пипец была острая, наверное, не знаю. Но я просто вот так делала. Раз, и так. И всё. Вот порез. Видите? Я сейчас так, насколько могу, палец отвела в сторону. Он не видно сейчас снаружи, насколько глубокий. Но, я думаю, суть ясна. Кожа достаточно тонкая, поэтому вот так, если прикиньте, я сейчас оттяну палец в сторону. Вот ровно настолько оно насквозь прорезало. Крови нет. Но палец хочется привязать. Представьте, вот на этой здоровой руке. Тут как раз по складочке. Что оно вот так прорезало. Я когда складываю, он становится просто длинным. А вот так он просто глубокий. Мать моей женщины. Ну как это могло произойти со мной? Вот что успела с меня натечь. Ух, хватит, у меня уже точно ничего. Меня тоже, Тём. Ты себе не представляешь, я... Скоро вызову. Ну и что? Ну пускай посмотрят. Залечивайся от чем-то. Они мне по-любому расклеят пальцы, чтобы посмотреть, насколько там мой глубокий порез. Это очень больно. Я сама пыталась, не смогу. А если это сделает кто-то, я... Чуть-чуть позже просто посмотрю. Ой, не, 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 не знаю, я не знаю. Не могу сама на это пойти. Я готова связать пальцы. Я готова связать пальцы. Пускай заживает. Залечивайся с инфекцией или не может появиться инфекцией. Непонятно. Да я не хочу. Потому что реально первое, что они сделают, это откроют мне пальцы, чтобы посмотреть на серьёзность, типа, повреждения. А я не дам открывать. Ну, это капец. Ну, конечно, зашить было бы хорошо. Потому что... Тогда я смогу хоть как-то рукой манипулировать. Ой, не стоит. Мне сейчас многие в Диркте пишут про медицинский клей, который можно нанести на рану, и, типа, он её фиксирует как-то на коже, и, типа, она не будет расходиться. Я сейчас думаю, мне кажется, это может быть хорошая идея. Не могу, я всё равно думаю о том, что это, может, нужно зашивать, и мне плохо. Я потому... Я не знаю, как вам объяснить. Я просто очень впечатлительная. И, ну, не могу. Мне себя очень жалко, правда. Тёма говорит, что я герой. Так открывала кукурузу. С таким энтузиазмом, что прямо получила производственную травму. Я позвала Тёму доделать вместе завтрак. Предложила ему быть моей левой рукой. Мне хотелось сделать омлетик и колбаску поджарить. Вкусно должно было быть. Вот, это злополучная крышка. Покажи её, я не буду к ней прикасаться. Жестокая. Какая убийца пальцев. Выброси. Ужас. Так ещё и обидно то, что это самый простой вариант упаковки кукурузы с пиптиком. Ладно, если бы я где тут вот этой вот хернёй порезалась. Она ведь даже выглядит опасной для жизни. Но просто банкой. Почему? Может, сварим яйца? Почему? Не знаю. Хочешь варём яйца? Я не знаю. А в чём жарить? Вот это? Я надо сполоснуть, да. Хочешь, ты будешь держать, а я буду правой рукой намыливаться. То есть, держать у меня не получится. Это кастрюля наша? Да. Чё-то я не помыла. Не знаю. Может, уж ты. Да, неделю. Помою, как только теперь заживёт рука. Мне подруга, которая доктор, скинула, короче, инструкцию, что мне надо сделать. Надо флоргексидин вместо перекиси лучше купить. И бетадин, по-моему. Только вот это так я там посмотрю, мазь называется. Раствор, точнее. Надо ватный диск пропитать вот этим бетадином. Перед этим хлоргексидин сюда нафигачить. И бинтиком вот этот ватный диск примотать. Вот так между пальцами. И так и зафиксируется рано чуть-чуть. И... А зачем ты всё заливаешь? Чтоб она отстала этим угородом. Да, ничего там. Она антипригарная, но легко отмывается. Чё? Чё под контролем? Вот. Тёма приехал с Черкась. Мама... Это мама делала, да? Угу. Мама Тёмина колбаску нам передала вкусненькую. Вот. Она так пахнет вообще офигенно, домашняя. И сейчас будет у нас омлетик с кукурузкой. И помидорки из колбаски. Я вот такая уже голодная. Ты можешь достать ту кастрюлю вообще, чтобы она тебе не мешала в ракаме там. Всё грязно. Там проще стол вытереть, чем сейчас полчаса мыть сковородку. Так сложно. Я чувствую себя бесполезной. Посмотри, что там пришло. Посмотрю. Буду твоим секретарём теперь давай, пока ты готовишь завтрак. Тебе написал... Васса. Это кто? Смотрите, я чуть-чуть как-то двинула пальцем. Опять кровь пошла. Но просто суть в том, что она, видите, такое хлюпает немножко. Капец. Мне так себя жалко. Это ужас. Я по жизни, у меня такой прикол. Я только что с собой сделаю. Я так себя всегда жалею. Мне кажется, что я просто умираю. Хочет за себя погладить по головке. Сказать, не волнуйся, ты будешь жить. Общими силами у нас получился омлет. Колбаска и помидорчики. Это всё, на что мы были способны. Поэтому едим. Я придумала лайфхак. Для того, чтобы не разжимать пальцы, я держу здесь ватный диск. И типа цель его не уронить. За счёт этого пальчики всегда рядом. И они не открываются. Я сейчас накрашусь, потому что... Нужно поехать в торговый центр с какой-то интересной целью. Так, ну-ка, я же могу поехать переодеваться. А я прячусь. Ладно. Переодевайся, переодевайся. Переодевайся, переодевайся. Я накрасилась, переоделась. И как раз приехал Тёма. Привёз мне с аптеки бинтик. Раствор бетадин. И хлоргексидин. У меня есть подруга, знакомая, как я сказала, с медобразованием. Она медсестра, все дела. И посоветовала мне, в общем, способ, как это всё моё дело зафиксировать. Короче, сначала обработать хлоргексидином. Сказала, что эта штука лучше, чем перекись. И она, короче, лучше работает. Перекись, типа, лучше останавливает кровь. Но хлоргексидин, как обеззараживатель, мол, лучше. И это я уже не раз слышала. Поэтому это дело я сделала. Дальше она сказала взять ватный диск и пропитать его бетадином. Приложить его на рану и забинтовать вот так ручку. Сейчас я проверю, всё ли я правильно поняла. Рану помашь хлоргексидином. Он лучше, чем перекись. И замашь бетадином. Бетадин, он как йод, но на водной основе. Главное не запачкаться. И замотай каким-то пластырем или пинтиком. Сроби такую перевязочку. Так, этап с ватным диском лишний. В общем, вот она мне прислала видео. Вот так. Мне нужно будет забинтовать луку. Я тебе покажу, как её складать. Это так странно. Знаете, из-за такой маленькой царапинки. Сейчас мне придётся половину кисти себе перемотать. Пинтик нужно пропитать вот этим бетадином. И потом замотать. Сейчас мне, наверное, надо будет помощь Тёме, чтобы открыть его. Потому что он сложно закрытый. Немного другого. И открутить. Да. Бинтик. Пропитала. Тут тоже помазала. Печёт. Оно, конечно, жутко, но... Ладно. Так страшно туда лезть. Так. Приложила. Главное сейчас маникюрней. Не, не покрасилась. Всё хорошо. Маша. Порезала руку и переживает, чтобы не запачкать маникюр. Ну да. Ну да. Так. И теперь... Заматываем. Как-то... Как? Так. Кто звонит? Кто звонит? Юля звонит. Перезвоню. Потом. Юльчик, прости. У меня тут спасательная операция проходит сейчас. Что, у меня нифига не получается аккуратно, конечно, это сделаю. Юльчик, подожди. Заправишь мне сейчас кусочек? Под концовочку туда. У. У. Ну, хватит. Режь. Там может отрезать и завязать его? Давай. А, хватит тебе. Ну, все. Я чувствую себя теперь спокойнее. Немножко там бинтик так придавил ранку. И у меня чуть-чуть более подвижный палец. Так, привоню. Не верю. Спасибо. Доктор, прийдем. Алька. Все, поехали. Поехали. Открывайте кукурузу аккуратно, пожалуйста. Иначе будете вот. Мы только что ехали с Тёмой в машине. И рулить вот в таком состоянии было очень неудобно. На разворотах я не могла нормально этой рукой манипулировать. Приходилось правой. Потому что мы там полпути ехал Тёма, а потом ему надо было поработать. И он попросил сесть меня за руль. Я так очень аккуратненько ехала. Потому что фактически рулить могла только правой рукой полноценно. Вот тут так, знаете, чисто страховала ситуацию. Так, мы приехали в торговый центр. Я вам не могу сказать зачем. Потому что я спалю кое-что интересное. Они перед вами. Просто это связано с одним человеком. Это небольшой, типа, сюрприз. И если я сейчас вам расскажу, то этот человек об этом узнает. Я не хочу, чтобы он об этом узнал. Поэтому я пока что не буду вам говорить. Я просто то позже с вами поделюсь, когда это уже не будет сюрпризом. Итак, всё, мы купили то, что было надо. Я нашла это. И теперь идём обратно к машине. Сейчас заедем куда-то, возьмём покушать. И домой. У меня начал ещё чуть-чуть опять болеть порез. Ну, типа, рана сама. Слегка напрягает. Ну, ничего. Ну и ничего, из такой проходили. Устала. Почему-то устала. Мне кажется, это из-за того, что я сегодня стрессунула со своим порезом. Всё, мы дома и уже смотрим сериал «Видеть», который я вам говорила днём. Я уже чуть-чуть хочу спадки. Ну, мы сейчас эту серию досмотрим. Уже будем отдыхать, да? Я сейчас сняла повязку, оставила рану подышать, чтобы она там не закисала совсем. Но я думаю, на ночь всё равно как-то зафиксирую, потому что во сне я могу, мне кажется, как-то зацепиться рукой. И опять надо рвать рану. А это то, чего сейчас меньше всего хочу. Поэтому я хочу её как-то закрепить. Болит немного, да. Неприятно. Такой лайфхак сделала на ночь. Забринтовала себе два пальца, чтобы они не разъединялись, пока буду спать. Залила битадином ранку и ничем не заклеивала, чтобы она подышала. Всё, мы досмотрим серию буквально пять минут из паточки. Всем пока, ребята.